Я скажу честно, меня не интересует, но я бы послушал. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И это мы узнаем из этой святой книги. Слушал тоже. Еще я слышал, что если он нас сотворил по образу и подобию своему... Да, да. И когда человек согрешил, был издан из рая. Спустя 5508 лет родился Иисус Христос. Вы спросили, я отвечаю. А можно узнать, как вас зовут? Игнатий Лапкин, город Барнавел, Алтайский край. Окей. Можно я вас буду назвать просто Игнатий? Как вам угодно. Хорошо, Игнатий. Вот вы говорите, что нас Бог создал по подобию своему, да? Или как правильнее будет сказать? По образу и подобию. И по образу своему. Правильно? Да. А как он создал ангела? А этого никто не знает и не написано. А чего в Библии нет, о том не рассуждаем, говорит святой Иоанн Златоуст. То есть, возможно, то, что ангелы не были созданы по подобию Божию своему? Не может быть. Не может. Потому что была свобода. Главное качество подобия – свобода. Иначе бы Люцифер не поднял восстание. О чем есть такой ролик, называется «Интервью с Дианой». Так. Я полпредложения не говорю еще, а вы уже перебиваете. Это называется в Библии глупостью. Хорошо. Тогда скажем так. Много ли людей у вас останавливалось? А я остановился. Немного. Ну, допустим, в прошлом году у нас умер человек один парализованный. Вы можете не пить. Не пить и не есть, когда разговаривать. Этого нигде нет. Чтобы разговаривали, пили и ели. Это тоже признак заболевания. Какого? Какого? Остремление. Продажа души дьяволу. Нет. Да. Так. Именно так. Вот все пьют и все. Почему я вас... Продожи, Игнатий. Скорее. Скорее. Огонь заливайте гиенский. Скорее. Все. Отставил в сторону. Если я в одном университете преподаю 18 лет и на капельный стакан никогда не стоял. И никогда не допущу этого. Так я слушаю. Так вот. Ангелы имели свободу выбора. Сегодня есть такой ролик, называется «Интерью с дьяволом». Когда он говорит, я проводил кампанию, все пошло не так. И вот мы здесь. То есть Бог сбросил его на землю. И написано, горе живущим на земле, к вам сошел дьявол в великой ярости, ища кого поглотить. И вот он разной этой мысли-то людям и вдалбливает. Как говорят, впаривает. Ничего люди не знают. А знать можно только из Святой Библии. Мне 23 года. Я возвратился из армии. Служил в ракетных войсках в морфлоте подводной. И в это время, в это время, когда я уже после армии был, я закончу предложение. В это время мне в руки попадает Евангелие. И Господь открывает эту истину, и я приношу покаяние. И 57 лет иду другим путем. Служа Богу. Запрещаем пять тюрем, лагерь. И все это для славы Божией. Мне не было бы давно на земле. Мне 81 год. Мы начали строить православную деревню. Первое условие, чтобы разговаривать с человеком, должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Одна деревня на всю Россию. Это дело. Дело. Вот начинает говорить. А вот у нас тут плохо. Дети. 3,5 миллиона беспризорных. Правильная статистика. Нургалиев подтверждает. Министр внутренних дел. А что сделал? А что я сделаю? Нельзя так рассуждать. Я помолился. И мне Бог положил на сердце образовать детский лагерь православный. Я 45 лет его начальник. Тысячи детей подняли без помощи государства. Ни рубля, кроме того, что давили и гнобили. Преступления везде. Согласен. А что сделали? Ничего. Я сотрудничаю с тюрьмой бесплатно. 18 лет. Сколько людей пришло, которые изменили жизнь. Живут семейно. Они не могут до конца отблагодарить. Видят, туда при жене говорят. Вот это он мне открыл. Они не согласовались. Теперь студенты не образованные. Что сделали? Ничего. Я в пяти университетах веду занятия бесплатно. Отдаю сова. Отмечаю на все вопросы. Бизнесмены измирают меня, чтобы повысить их уровень. А я, никто, не имея образования ни гуманитарного, ни религиозного, всего добился самостоятельно. А то нельзя делать. Я делом доказываю, что можно верою в Бога. Можно, Игнатий, я вам вопрос задам? Игнатий же, правильно? Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий Тихонович, можно я вам вопрос задам? А вот вы так на меня кричите, что я... Я не кричу, я плохо слышу, и поэтому так говорю всегда. Окей. Игнатий, можно я вам вопрос задам? Гавайте. Вы сказали, в пяти университетах преподаете. В каких? Город Барнаул. Вы его знаете, такой город? Знаю. Вам зачем знать, где? В институте культуры, Алтайский государственный университет, Государственный технический университет, в котором 21 тысяча студентов, 18 лет в одном только университете. Сельскохозяйственный. Сельскохозяйственный. Понимаете? А теперь академия эта стала. Медицинский. Я вам называю, отвечаю на ваши вопросы. А вам это и не надо. Вы сейчас перескочите и пошли дальше. Вас даже не заинтересует, что по эфирному времени Бог сделал так. Самое большое время на меня отпущено. Я три радиопрограммы регулярно вел, а одна онлайн-часовая воскресенье. Это Бог так делает. Это и ни копейки не платил нигде. Он сказал, что это Бог так велел. Я молился, и Бог так сделал. Я имел доступ все пять отделов милиции, городской, краевой, УВД. Я много лет веду занятия с офицерским составом. Все воинские части, заводы, фабрики. Это Бог делает. Мой отец молился, да, ему ничего не суждено. А вам суждено? Значит, плохо молился. Я молился и получил освобождение, реабилитацию. И возвращение того, что изъяли. А должны были они мне, согласно государственным расценкам, 11 миллиардов. Самая крупная в мире фонотека была мной создана. 11 лет шел в суд, и я его выиграл. 11 миллиардов? Да, недоминированные деньги, когда были. Ну, понятное дело. Государство не могло рассчитаться. Государство не могло рассчитаться. И тогда я предложил недвижимость. Едва дома в центральном районе города Барнаула. Тут прекрасное место. Мне в частную собственно 13 соток. Это Бог делает. На мою сторону склонил мэра, прокурора края, губернатора. Все вместе собрались, решили. И судья вынес решение. Вот как Бог делает. Игнатий, а почему бы вам монастырь не обосновать? А потому что монастырь не Божье устроение. Бог говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Не сидите за стенами. Они создают мандру. Мандра – стена по-гречески. Архимандрит. Это вопреки Божьего повеления. Как об этом написано в Евангелии от Марка, 16 глава. Продвигать свою силу в чат рулятки, да? Мне Господь позволил издать в бумажном варианте 38 томов книг. И 7 пока в интернетной версии. И Бог положил мне на сердце книги подарить библиотеке мира. Из Барнаула мы доехали все города до Владивостока, потом до Лиссабона, Прибалтику, Скандинавию, Север. 650 городов. 650. И подарить подарок на 35 миллионов. Имея пенсию 8141 рубль. 33 копейки. И получилось. Бог так сделал. Ничего не имея, я обладаю всем. Получилось. Все, вот видите, вот у меня какая обстановка. Для того, чтобы принять людей. Я около вокзала был, я открыл дверь, и все бомжи ко мне приходили. А теперь приходят, стали другими людьми. Придут, поели, пошли. А я им в это время о Боге говорю. Игнатий, зачем вы на меня кричите? Погромче говорите, плохо слышу. Зачем вы на меня кричите? Я на вас не кричу, я так говорю. Я проповедник. Я непрерывно на площади и везде возвышаю голос. Не шепчу. Я в первой стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ и наполнил страну. Брал репрессированных интервью. Извиняюсь, еще раз переспрошу. Архипелаг ГУЛАГ, значит, вы первый обосновали? На 10 лет раньше Нового Мира. Насчитал на пленку и распространил. А там в газетах, а литературная газета об этом говорит. Ну, конечно, конечно. Вы сомневаетесь в том, что я вам говорю, потому что не знаете, что ложь у нас смертный грех. Я знаю то, что мне моя мать объясняла. Хорошо. Она объясняла очень много. Хорошо. Я тоже знаю, о чем речь идет. О, вас как звать-то? Сергей. Сергей. Это означает по-русски как переводится? Не знаю, я... Почтенный. Сергей, почтенный. Почтенный. Меня его назвали в честь Сергея Радонежского. Почтенный, почтенный. Так будь почтенным. Радонежский. Вот, в честь него меня назвали. Я говорю, слово Сергей переводится на русский язык почтенный. Вы не слышите? Я слышу. Мое имя переводится неизвестный, незнакомый, а по-латински огненный. Хорошо. Вот так, Сергей. У нас митрополит Сергей здесь. Прекрасный митрополит. А еще я было дело, учился в институте. В институте нам объясняли, что церковь это социальный институт. И религия это тоже социальный институт. Я думаю, мне не стоит объяснять, что такое социальный институт. Так что вера это одно, а религия это другое. Я пришел вам рассказать о христе, не о религии, что он умер за нас. Радостную вещь, что он воскрес для нашего оправдания. Правильно. Но это не религия. Это не религия, это Евангелие. Это вера. Это вера во Христа. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Не религию. Не религия. А слово религия знаете, как переводится? Удивите меня. Благочестие. Главный перевод. Любая религия добивается духовного возрастания своих прихожан. Какая бы она ни была. Христианство, мусульманство, буддизм. И вот заметьте, русский флаг, российский флаг сейчас. Нижняя полоса красная. Вторая синяя. Третья белая. Вот я веду занятия, 750 офицеров сидит. И я спрашиваю, у каждого на ките или милиции этот знак триколор. Я говорю, что означает? Ни один. Ни один. Я говорю, нижняя от флага российский. Он вне конфессиональной, вне временной. Вне временной, божественной. Почему? Нижняя означает, все рождается в крови и мы бьемся. Вторая. Синее небо меня так манит. Синее. Это все. Мусульмане все должны думать о вечности. Даже Богу Ра, когда молились. А третья. Великий белый престол. Только у христиан написано в откровении. И сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, не нашлось им места. Вот что значит. И при том возрастание. Никак в парижской коммуне. Я не соглашусь, фиг знает. Не, ну, вам может виднее. Я не говорю то, что я не соглашусь, значит вы не правы. Я просто не соглашусь, потому что я не знаю точно. Возможно, вы не правы. Возможно, правы. А у вас определительно нет, правда, не правда. Почему? А потому что пророк Исаия, пророк Исаия, 8 глава 20 стих говорит так. Если слова их не сходятся с Библией, нет там света. Там нет света. Нет. Вникай в себя и в учение, Павел говорит. Занимайся с ним постоянно. И так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. 1 Тимофею 4,16. Ох, нифига себе. Отец. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 5 глава 39 стих. Исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Отец. Хочешь ли тебе одну мудрусть? Так, погромче. Говорите, плохо слышу. Я говорю, нужно тебе не в чат-рулетке сидеть, а в люди ходить. В чат-рулетке сидеть? Я уже вам не говорю не сидеть в чат-рулетке. Это вы что, командуете? Под язык ко мне залазите-то. Я выплюну вас и все. Ваше суждение это. Не годится так. Вы не знаете, что я здесь делаю. Сколько людей уже пришло оттуда, которые знали о нас. На нашем чате. 3, 2, 1. Они, которые встречаются здесь. Ой, я никогда не думал о вас встрече, а я уже на ваших ресурсах уже столько лет нахожусь. У меня канал, канал. Откуда вы знаете мои вообще ресурсы? Нет, видеоканал. Вы говорите, в чат-рулетке не надо. В видеоканале у нас 16 800 роликов. Там, по сути, посещаемость 42 миллиона. Вы зайдите. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Хорошо. А как вас найти? Во свете Библии... В Ютубе. Во свете Библии... Во свете Библии... Печатайте. Во свете Библии открытым оком. Во свете... Вот так вот пишите? Да, во свете Библии... Сейчас, опять... Игнатий Лапкин. А как вы в окне? Так, нашли? О, ну, вон... Прошу прощения. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Библии... Игнатий Лапкин. А, Игнатий? Да, Игнатий Лапкин. Так, понял, короче. Нашли? Слушай, пет. Сколько подписчиков? Я не переходил. Мне это неинтересно. Неинтересно. У меня есть своя вера. Я в нее верю. Посещаемость просмотров 41 миллион. Окей, передать. 16 тысяч 850 роликов. На это такое? Повторите, что? В одномом свете Библии Игнатиев. А Игнатий Лапкин. Запишите. Такого Ютуба, видеоканала нету больше. А если зарядите на сайт через Гугл, там выйдите на наш сайт. Такого сайта тоже нигде нет. Там 50 книг только моим голосом насчитаны. Огромный, огромный сайт. На сайте я отвечаю на 4124 вопроса. По 55 папкам. По какой теме желаете получить ответ? Я считаю твою религию сердцем. До того интересно. Первый раз слышат. И главное, люди не интересуются. Я нас же считал такое. Вот все пьют и пьют и едят на ходу. Ну и... Протом вы не один. Все однякова. Прихлебают и прихлебают. Это что? Это будущий гиенский огонь заливать пытаетесь. Вы даже не знаете, что это такое. А мне пофиг вообще. Вот честно. Ну мне, вот честно, мне без разницы, что ты на данный момент говоришь. Это плохо. Но ты говоришь неправильно. У нас опыт. Мои года моего богатства. У вас этого нету. Ты говоришь неправильно и неверно. Вы сегодня встали утром молились? Да. Вы в одно время молитесь? У меня и крестик есть. Я молюсь в разное время. Потому что, когда я проснулся, тогда я молюсь. Потому что у меня есть работа. А какая работа? Когда надо... У меня одно время работа происходит в 7 утра. В другое время я прихожу на работу в 2 часа дня. Ну, может быть, может быть. Разно. И под время я подстраиваюсь. И я считаю, и все, с кем я советовался, считают, правильно, что я подстраиваю свое время молитвой. Правильно, правильно, правильно. У вас молитва слов есть? Я проснулся, я помолился. Так. У нас собираются наши друзья каждый день. Открыто здесь молятся в 5 утра. Я рад за них. Я очень рад за вас, что вы там молитесь. Но это не говорит вообще ни о чем. Это говорит о том, что у тебя есть стремление к Богу. Это говорит о многом. Пост и молитва. Главное оружие против дьявола. Против гордости. Вообще нет. Во. Вот так. Так, ну что, нашли? Нашли и записали? Самое главное оружие. Вы сейчас нашли, нет? Это крест. Нашли? Что нашли? Сайт. Сайт я уже давно нашел. И что? А Ютуб? И ничего нового. Видео, наш, наш видеоканал нашли? Так. Отец, знаете. Давайте так. Мне не интересно, что у вас происходит на видеоканале. Я знаю то, что у меня происходит на видеоканале. Я знаю, что у моей матери происходит на видеоканале. Ну, вам ответили. Потом не говорите, что от вас сокрыли. Ой, да Господи. Я вас умоляю. От меня не сокрою. А вы зря Господа не поминайте в суде. Господь заказывает. Не поминайте имя моего в суе. Господи, а дальше ничего нет. Вы насмехаетесь над Богом. Это заповедь Божия. Я буду извиняться перед Господом, перед этим. Нет, это вы даете дурной пример окружающим вас. Вы зачем так сразу? Мы написаны, заботитесь друг о друге. Ну, не перед отцом Игнатием, правильно? Езекииль 3.18 говорит, если ты видел согрешающего и не обличил его, он погибнет. Но его кровь я с твоей головы взыщу. А если ты говорил, он не принял, его кровь на его голове, а ты спас свою душу. Хорошо. Еще что-то? Видишь, если бы вы Писание это знали, вы бы сразу сказали, прости Господи, а у вас этого нет. Вы не знаете, что это слова Божьи, на суде Божьем будут играть главную роль нашей участи. Господь 12.48, Евангелие от Яна говорит, я не сужу слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день. Слово Божие. Хорошо. Давай так. Для чего? Ну, вообще, изначально для чего нужны вообще все эти учения? Вы чего так противоречуете, интересно? Не-не-не, я вот просто из корня хочу зайти в этом. Для чего все это нужно? Правильно? Да, видите, вы противитесь, когда вам показывают. Меня интересует огромный опыт, вкладывается у меня в Ютубе везде. А вам, я говорю, 41 миллион просмотров. А мне это не надо. Ну, такое легкомыслие, взрослый человек. Игнатий, если я буду законы нарушать... Какие законы? Библейские, Божие. Ну, вот не нарушайте, я вам сказал, нельзя поминать имя Господа в слое. А если я буду их нарушать, что со мной случится? Вы узнаете, когда случится. Я вам сегодня это свидетельствую, что без наказания Бог говорит, не оставлю. Без наказания не оставлю. Еще раз говорю, слушайте внимательно. Пророк Иеремии, 15 глава, 6 стих говорит. Ты оставил меня слово. Я простру на тебя руку и погублю тебя. Точка. Я устал миловать, говорит Господь. Я вам считаю, цитирую Библию, а вы в ноль внимания под ноги бросаете эти слова. Разве можно так? Страха Божия не имеете. Не о том, как будет спасаться человек, а о том, какое будет у него наказание. Я сказал Господь, говорит, я простру на тебя руку и погублю тебя. Что тебе непонятно? Какое наказание, какие градусы, Бог знает. Самое большое наказание не видеть Христа. Не быть там с Ним. Знаете, Евангелие Луки, 16 глава. И богач, будучи в ваде, в муках, поднял глаза и возопил. А мочи конец перста своего и прохлади язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем. Авраам отвечает, между нами и вами утверждена пропасть, которая не переходит ни отсюда туда, ни оттуда к нам. Хорошо, а теперь, то есть это понятно, ад, а там, ну, грубо говоря, не ад, да? У вас вера в это есть, что есть ад и рай? Что? Я думаю, что есть и ад и рай. В Евангелие от Матфея написано, и скажу им, отойдите, проклятый, в огонь, в вечный, с дьяволом вместе. Бог говорит. Бог говорит 46-м стихом. Отойдите. Отец, подожди. На студии Божьем. Стой. Вот есть вещи, которые нельзя понять человеку, правильно? И не старайся понять, Бог сокрыл. Ян Златоуз говорит, что в Библии нет, о том не рассуждаем. Подожди. Субтитры сделал DimaTorzok